Гоминид Те, что никак не соберусь приготовить лагман и показать вам, как это делается Значит, для того, чтобы изготовить лагман, нужно, во-первых, мясо Дагестанская баранина, она, как известно, самая лучшая Хотя у нас и конкуренты есть в Иране Там тоже баранинку любят, но, в общем, не надо их особенно баловать Таким образом, нужна баранья нога Вот на тот казан в 15 литров, на котором я делаю лагман, нужна баранья нога Дальше что нужно? Нужно иметь некоторый инструментарий Ну, во-первых, нужно иметь хороший нож Вот нож, который мне нравится Химикат теперь это Это российский нож, у которого там 70 слоев дамаска И в середине жало и замечательной японской стали из десяточки ВЖ-10, вот он Изумительный нож Можете воспринимать это как рекламу Потому что мне нравится, я купил их 5 штук разных Для разных целей и нарадоваться не могу Кроме такого ножа, которым надо будет резать и овощи, и баранину Нужно иметь досточку Я вот люблю вот такие досточки Сделанные подмосковными мастерами из дуба Хорошая доска Сколько же надо всего добра для того, чтобы приготовить 15 литров настоящего лагмана Значит, все овощи, мясо Курдюк, бараний, жир Все-все-все Умещаются в небольшом тазике Я использую один и тот же тазик Вот он Он не очень большой, как вы понимаете Но нормально, вот когда если он вровень То есть в скляночку Заполнен пакетиками с нарезанной едой Тогда считайте, что вы можете приступать Значит, как приступать? Для этого нужно взять хлопковое масло Которое вы сейчас видите на экране И выливать его в разогревающийся казан Затем в него нужно нарезанный мелкий или крупный лук Высыпать и выжарить его до такого состояния Чтобы он, в общем, начал темнеть Это очень полезно для хлопкового масла и для вашего желудка Потому что хлопковое масло, ну, такое, скажем, без такой обработки мало съедобное Хотя есть любители После того, как вы убрали из хлопкового масла Примерно стакан нужно этого масла Вы туда засыпаете жир бараний Который аккуратно вот этим самым ножичком срезан Отовсюду, где есть жилки и жир Жилки и жир Забрасываются в это самый Разогретый Хлопковое масло Разогретый Так сказать, экстракт получается И Прожаривается пока, как вы видите на экране Не появятся Шкварки То есть они всплывают А масло уходит То есть из курдюка Из жира, который вы срезали Уходит в подготовленную смесь масел Получается два Хлопковое Ну и из бараньего жира Шкварки вы собираете Выбрасываете туда же, куда и лук То есть в компостер После этого вы высыпаете Вказан Непосредственно баранину Мелко нарезанную Маленькие вот такие кусочки И Быстро вращаете Шумовкой, как вы сейчас видите Для чего? Для того, чтобы он схватился вокруг А внутри осталось еще Мягким и нежным То есть только Чтоб охват был Примерно 3-5 минут И после этого убираете Ну естественно, что в масле остается Такая мутноватая жидкость Экстрагированный белок Там Жиры И после этого Вы его смешиваете С чем? С тем Над чем вы работали накануне Или с утра С бараньим бульоном Который требуется варить До начала готовки 3 часа И в этом бараньем бульоне Вывариваются Бараньи косточки С ножки И они когда как следует Выварятся Бульон готов И вот после Извлечения мяса Которое мы откладываем Почти до конца готовки Мы выливаем бульон Вот в этот вот В масло Оставшееся от бараньего мяса Ну и бульон Поскольку он концентрированный Три часа варили Он прекрасен И он так очень ароматен И вот в него как раз Начинаем засыпать Как вы видите на экране Морковь, репу, редьку То есть все твердые части Будущего лагмана И начинаем варить Ну через некоторое время Можно подсыпать туда пряности То есть это уж там по вкусу Кума и зира Крайне желательно Как и соль, шафран Что я собственно говоря И делаю Ну и помешивая Вы держите на огне Все это дело Проходит день Полчаса Может быть даже час Бульон Начинает кипеть Бурно Кипеть Ну вот это очень хорошо Потому что на следующем этапе Вам надо тоже довольно твердые Туда засыпать Вот у меня сохранилось С прошлого года Хотя сегодня Июнь месяц Тыква Они такие Бутылковидные Очень хорошо лежат Я ее разрезал Нарезал на маленький кусочек Как вы видите Высыпал туда И опять Помешивая То есть тыква чуть-чуть помягче Чем репа и морковь Ну и после этого Конечно идет кабачок Потому что он Еще более мягко А уж за ним Минут через 15-20 Уже и баклажан Все высыпаем И вращаем Ну и кипение Активно идет бульон Ну и понятно Что надо добавлять зиру Можно и промолотую И такую целенькую Чтобы аромат был Особенно хорош Ну вот После этого Иногда Жидкость становится В недостатке То есть она начинает Испаряться Поскольку все это Делается в открытом Казане В общем Нужно подлить Я Подливаю В данном случае Смородиновое вино Как домашнее Которое Имеет 10 лет выдержки Получается Дополнительный Ароматический Привкус Ну и перчик Конечно Перца я использую два Тушистый Обычный перец И перец Острый И вот уж После того Как Все эти события Произошли Ближе К концу Так где-то За час За 40 минут Вы высыпаете туда Лук И помидоры Почему? Потому что лук и помидоры Во-первых Лук должен сохраниться Чуть-чуть Привкус А помидоры Расползутся В кашицу Если вы их положите Слишком рано А цель любого лагмана Это не просто Сделать овощи с мясом Нет А получить Очень разные овощи Разной плотности Мягкости Равномерно Пропитанные Бараним бульоном Так Чтобы они не распались То есть Чтобы лагман был Как бы целый Кулинарный продукт Но в то же время Вы могли там увидеть И тыкву И кабачок И распознать Редьку И так далее Иначе Это все Выдевается А не стоит И тогда Возиться не надо Засыпал все Пошел ковырять В носок телевизор Так не годится Поэтому После помидоров За полчаса Примерно До Окончания Приготовления А общее время Может составить Ну вот у меня Последний раз Когда я снимал Этот ролик Ушло 4 часа Ну еще ветер Был сильный Так что Проблемы были То уходят Где-то 3-4 часа Неспешной Варки Ну и дальше Вам тоже Надо позаботиться Где-то Минут за 40 До окончания Приготовления Продукта Вам надо Сварить Настоящую Лапшу Можно делать Домашнюю Руками Ну я Не страдая извращениями Я просто беру Или нашу Отечественную Казахскую Иногда Итальянскую Отвариваю До состояния Аль денте То есть Чуть-чуть Как бы Недоваренная И потом Уже В миску С лагманом Как вы сейчас видите Кладу Небольшое количество Этих самых Макарон Или лапши Что вы Предпочитаете На что есть время Собственно говоря Продукт готов Его можно употреблять И получать От жизни Удовольствие А уж то удовольствие Которое Получит Ваш желудок Особенно Больной Тяжелыми Язвами И гастритами Я даже Передать не могу Рекомендую Всем Попробовать Этот рецепт Он конечно Не такой Блестящий Как вам Расскажут Настоящие Узбеки Но Тем не менее Кой чему я Средней Азии Научился Из уважения К этому народу Даже одел Такую Своеобразную Тюбетейку На этом Уважаемые Слушатели Я с вами Прощаюсь Надеюсь Что вам понравятся Кулинарные опыты Которые вы сможете Повторить у себя На даче Приятного Аппетита Кулинарные опыты Кулинарные опыты Кулинарные опыты Кулинарные опыты Кулинарные эл Продолжение следует...